Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс. О чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Слушание по делу Киров-Леса, которых журналисты ждали у здания Ленинского районного суда и Кирова всю ночь, стоя в живой очереди, чтобы попасть в небольшой зал от заседания, оказались чрезвычайно короткими и предсказуемыми, и в итоге перенесены на 24 апреля. Как пишет газет-репортер, защита Алексея Навального, недолго думая, подала ходатайство отложить разбирательство на месяц, чтобы разобраться с материалами дела. Ко всему прочему, адвокат оппозиционировал, утверждал, что с бумагами в деле далеко не все в порядке. Обвинение же классически обратило внимание суда на то, что Навальный всего-навсего пытается затянуть процесс. В итоге, правда, последний выкрыл для себя недельку, однако только благодаря тому, что как раз перед заседанием заключил контракт с новым адвокатом из Кирова. Этот фактор для судей оказался значимым, и теперь у обвиняемых есть недель, чтобы переворошить сызного документа по делу и начать защищаться. Хотя, думается, к примеру, к тому же Навальному это всегда лучше удается на улице, чем в суде. Бориса Немцова просто убила, как он выразился, что большинство провинциальных жителей слыхом не слыхивало о том, кто такой господин Навальный. Как пишет газета «Бизнес-новости», известный оппозиционер прибыл в Киров, чтобы поприсутствовать на судебном заседании по делу Керафреса. По его словам, несколько дней назад он интересовался известностью Алексея Анатольевича среди молодежи Екатеринбурга, и результат его не утешил. Собственно, при повторении эксперимента в Кирове мало что изменилось. Самое грустное или смешное, что, видимо, такая же большая часть тех, кого опрашивал один оппозиционер по поводу другого, вообще не имела представления, с кем в тот момент общается. Между делом, паблик-пост пообщался с бывшим руководителем следственного управления Кировской области Александром Пановым, в бытности которого дело Керафреса, собственно, с мертвой точки и не сдвинулось. Кроме того, все помнят претензии главного следователя страны Александра Бастрыкина, который в буквальном смысле Кировское руководство ведомства размазал по стенке за то, что те не могут сделать то же самое с Навальным. И, как рассказал в интервью изданию Панов, он до сих пор считает законным решение своего подчиненного о закрытии дела, хотя и признает, что они, возможно, где-то недоработали. Однако на Бастрыкина не обижается и утверждает, что ушел по собственному желанию, а вовсе не из-за гонений. Так или иначе, в России, как водится, редко кто-то такие недоработки дорабатывает, только если это очень кому-нибудь нужно. Инфопресс Химкинская активистка Евгения Чирикова уличила губернатора Кировской области Никиту Белых в сговоре с Алексеем Навальным, которого накануне судили в Кирове. В своем твиттере она пошутила, что, мол, суд перенесли специально, чтобы по всему миру про Киров рассказать. Такими темпами Киров вполне может стать именем нарицательным, который даже не жалко будет потерять или поменять. Удачи в делах. Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова